Владимир Палыч, прежде чем поговорить о многих темах, которые я для вас подготовила, скажите, вы сейчас в Крым-то въехать можете или нет? Нет, я с 2015 года под наблюдением, потом в таком розыске постоянном. Ну а вы-то за что? Вы-то за что в розыске? Нет, ну, во-первых, они знали, что я с моими коллегами готовим переезд Таврического университета из Крыма в Украину. Тем самым мы выразили недоверие новым властям и попробовали украсть. Они думали, что у нас это не получится, университет, который принадлежит им. Ну, тогда был, я так часто был в тот период, в 2014 году, когда все это готовилось с их стороны на всяких эфирах, на АТЭ, там интервью, Нью-Йорк, Таймс, Франц-Пресс, Аль-Джазир и так далее, что даже по заказу Аксенова был сделан в 2015 году осенью такой фильм Владимир Казарин, двоеточие, «Жизнь в тылу крымчан». Я еще спрашивал, друзья, что за странное название. То есть у вас во враги народа написали? Да, потому что есть книга «Жизнь в тылу врага». И вот для меня как бы крымчане враги, вот так они переначали. Он был получасовой, его раз в восемь показали в прайм-тайм. Причем характерная особенность, у этого фильма нет ни автора, ни редактора, ни диктора, ничего, никаких титров вообще нет. Просто возникает название и дальше, какой я плохой, так вот он весь был, почти весь составлен из фрагментов вот этих всех интервью, которые я дал. Видите, какой он негодяй, видите, что он говорит французам, видите, что он говорит там Нью-Йорк Таймс, американцам и так далее. Но я считаю себя счастливчиком, потому что, значит, когда Порошенко в августе 2015 года подписал, наконец-таки, распоряжение Яценюку решить вопрос о переводе Таврического университета, от чего мы добивались, значит, положительные в кратчайшие сроки. И в октябре тогдашний министр Квит начал сдавать первые приказы по восстановлению деятельности Таврического университета в Киеве. В ноябре меня назначили ректором университета, и я поехал забрать, ну, последний, как бы, чемодан с вещами. Тогда были жесткие ограничения, нельзя было ни грузовую машину, ничего, мы буквально с портфелями, с чемоданом. То есть все осталось там, библиотека там, все накопленное. Даже университету нельзя было вывозить? И нельзя. Это было, к сожалению, на тот период с обеих сторон, как бы, я не знаю, с чем боролась наша сторона, не понимаю, но та сторона, понятно, чтобы они ничего не вывезли, чтобы все осталось там. И я когда собрал и выехал, вот уже, как бы, последний раз оттуда, в самом конце ноября уже назначенный приказ, не вывешивали в интернете, чтобы они не знали, что я назначен, что тогда у них было бы больше поводов, как бы, со мной разбираться. Мне через два дня мой коллега оттуда перезвонил, с моего родного факультета, на котором я 45 лет отработал, вот, и говорит, тут тебя девушка ищет. Я говорю, ну, отлично, хорошо, что меня ищет девушка. А как ее зовут? Он говорит, Анна Сергеевна. Я его запомнил, но всегда говорю, ты знаешь, в моем окружении вот женщин с такими именами нет, вот, чтобы Анна и Сергеевна. Он говорит, не знаю, не знаю, есть или нет, она следователь по особо важным делам Федеральной службы безопасности, хочет с тобой познакомиться. Я говорю, ну, скажи, что она немного опоздала, ну, я тогда был большим оптимистом, говорю, ну, через год-полтора-два мы вернемся, и тогда я с ней побеседую, если она не уедет быстренько, предваряя наше возвращение. То есть они немножко поздно, как бы, перешли к заключительной стадии, и вот мне повезло, что я буквально за 3-4 дня покинул родной полуостров. Поэтому нет, я туда не въездной. Ну, можно я воспользуюсь этой фразой? Вы сказали, что я был оптимистом и думал, что вернемся через год-два. Когда вернемся, Владимир Павлович, сегодня? Ну, во-первых, я убежден, что мы вернемся. И у нас не будет это так, как у наших замечательных братских стран Балтии, которые этого добивались там сколько, почти 60 лет, ждали этого всего и добивались и ждали. Будет раньше, сейчас мир быстрее меняется, и он все более глобализируется, и поэтому нельзя в одном отдельно взятом регионе жить своей собственной жизнью, не обращая внимания на другие центры силы. Это невозможно, и эти центры силы есть. Я думаю, что в результате этой общей работы и того глубочайшего кризиса, в который все больше погружается Россия, путинская Россия, вот, со всеми этими негораздными в нефти, с газом и так далее. Я, на данный момент, я бы высказал такой прогноз, что при такой активной содействии мировой политики и активном участии в ней Украины, я думаю, что разговор о том, чтобы через два, два с небольшим года этот вопрос решить, это реально. Но я не вижу, к сожалению, со стороны Украины сегодняшней вот этой активной внешнеполитической, активной солидарной деятельности с центрами власти, они сегодня в тяжелом положении. Этот ковид все страны поставил чуть-чуть на колени, и у них внутренних забот хватает, чтобы, ну, как бы думать о нас. И вообще странная ситуация, они постоянно санкции вводят, а мы или после них, или даже сплошь и рядом не вводим, как бы ждем чего-то другого. Поэтому отчасти вызываем у некоторых политиков раздражение. Вот при нашей активности, при нашей твердости, при нашей жесткости и изобретательности в этой деятельности, это возможно. Но это только предположение с моей стороны. Ну, теперь давайте немного поговорим о том, что пока мы не вернулись, кто из Крыма приезжает к нам учиться, жить. Давайте немножко об этом, потому что я так понимаю, что вы встречаете студентов или детей, которые хотят стать студентами вашего Таврического национального университета. Давайте немножко поговорим об особенностях этой вступительной кампании, потому что мы же прекрасно помним скандал в Верховной Раде, когда возник вопрос о том, что детей с оккупированных территорий нужно принимать в первую очередь и дать им какую-то льготные возможности поступления, потому что очевидно, что они не изучают там ни украинский язык, ни предметы изучают по-другому, идут по другой программе, это нужно учитывать. Я помню, что скандал этот был, я помню, что все-таки это проголосовали, приняли это решение. И я так понимаю, что теперь должен был открыться зеленый такой свет, загореться на всех возможных светофорах, чтобы ликвидировать возможные препоны, которых справедливости ради, надо сказать, было достаточно. Решение этого вопроса происходило на протяжении вот этих шести лет и в несколько этапов. Но первое, что я хочу сказать, что молодежь заслуживает, крымская молодежь, донбасская молодежь, она заслуживает того, чтобы мы активно за нее боролись и помогали ей. Потому что, например, по моему Таврическому университету и другим крымским университетам, которых я хорошо знал и сотрудничал, и тогда, в тот период я это видел, молодежь, дети, которые родились, условно говоря, в 85-м году, а Украина обретает независимость в 91-м, вот кому было на этот момент 5-6-7 лет, они никакой Советский Союз не помнили. Они совсем юные, они как бы жили на этой земле, и то, что она стала независимой, для них это естественный процесс. И поэтому тем, кому на момент 14-го года было 25-26-27 лет, они все украинские, а для них рассказы про Советский Союз – это бабушкины рассказы. И поэтому студенты самым активным образом встали на сторону Украины. Они постоянно ходили на одиночные, на коллективные пикеты, на демонстрации. Они занимались тем, что по ночам, как в старых книгах про советских молодых подпольщиков периода Второй мировой войны, они на стенах баллончиком писали «Крымца Украина» или «Долой Зрадников», «Долой оккупантов» и всякое прочее. И за это, кстати, потом, когда задавили силовым образом все, ну и элита предала Крымская, все эти Константиновы, Аксеновы и так далее, они за это жестоко поплатились, потому что многие десятки, сотни были отчислены из вузов за то, что они были активистами, их фотографировали, была база, так сказать, на лица у ФСБ и так далее. Потом аресты пошли с мая 2014 года, в университете был арестован Геннадий Афанасьев, который 7 лет получил, Саша Кольченко, этот был юрист, Саша Кольченко был географ, 10 лет рядом с ними, с университетом сотрудничал Олег Сенцов, он с ними дружил, они все его были товарищи, в этом смысле университет был как бы определенным центром этой активности. Он 20 лет, как мы знаем, получил и всякое прочее. Ну и совсем трагическая страница, это 8 студентов разных вузов крымских, которые до сих пор числятся пропавшими без вести. Но если 6 лет прошло, мы понимаем с вами, на самом деле с ними расправились, кого-то в какой-то пруд с железной гирей бросили, кого-то закопали на какой-то полянке, даже про одну полянку нам уже рассказывали, мы знаем, что надо будет там потом проверять и так далее. И 20 тысяч студентов Крыма разных вузов, они поднялись в 2014-м и уехали в Украину. И вот тоже такая героическая страница, когда Министерство образования, КВИД-министр был приказ всем вузам принимать вне всяких там ограничений, дополнительно выделялись стипендии и все остальное, и они от Львова до Днепра разъехались и поступили в разные вузы. Не к нам, потому что наш вопрос решался достаточно долго, и только летом 2015 года был решен. На тот момент даже еще и Донецкие вузы часть перевелись, а часть еще не переехали. Поэтому они этого заслуживают. Они за свою родину, которую они знали как одну родину Украину, они за нее бились и боролись, мы их бросить не можем. Второе. Вот решался вопрос, они хотят ехать, поступать, но они же учатся в школах, где не преподаются предметы там, украинознавчего цикла, ни украинский язык, ни украинская история, ни украинознавство и так далее. Не украинская литература, естественно. Да, все это в этом цикле, да. И ладно еще, например, первые, которые поехали, окончив школу, они как бы полгода в украинской школе, а полгода вот в этой. У них как бы все более-менее нормально еще было. А потом начинается разрыв. Год не изучали, два не изучали, три года, четыре года не изучали, сейчас уже шесть-семь лет не изучали ни украинского языка и так далее. И тогда была, значит, Сергеем Мировичем Квитом и Лилией Михайловной, значит, позже она станет Гриневичем министром, вот выработана эта система осветных центров. Крым, Украина, Донбасс, Украина. В которые дети с оккупированных территорий могли приехать с любым аттестатом, а этот любой аттестат мог быть только один с двуглавыми орлами, им никто не предлагал на выбор, например, хотите другой аттестат украинским, мы вручим, они могли приехать, опять же, с любым паспортом, в том числе российским, а можно было и даже без паспорта, привези свидетельство о рождении, что ты в украинское время родился в украинском Крыму, все, это тебя идентифицирует. И они приезжали, и еще ряд там каких-то документов, если они хотели привозить с собой, и они в школе, которая прикреплялась на период экзаменов к нашим вузам с оккупированных территорий, сдавали в рамках школьной программы «Украинский язык, украинскую литературу». Ну а как же они еще не учились? Вот в рамках школьной. Вот на это что, изучили на тот момент? А, на тот момент, который есть. Вот из этой программы им как бы задавали вопросы, и подтверждалось, что они это изучали в рамках вот таком объеме. А у нас в университете они сдавали профильный экзамен в тот или иной факультет или институт. И вот из этих трех оценок складывалась оценка, по которой они поступали к нам. Но потом первый год учебы они наверстывали, интенсивно изучали, догоняли своих сверстников украинский язык, украинскую литературу, украинскую историю и украинознавство. И по окончании они внутри университета опять сдавали эти экзамены, подтверждая, что они как бы адаптировались. Ну, мало того, они же в среде украиноязычной, это уже молодежь украинская, поэтому они быстро осваивались, в этой среде они как бы быстро адаптировались и становились такими же, как и все остальные студенты. Это правильная стратегия. Это не освобождение их от необходимости это сдать. Это им предоставлялась отсрочка в том, чтобы это доучить, догнать и вместе с остальными студентами быть на равных. Ну, чтобы адаптироваться. Да, адаптироваться. И она работала. И, в принципе, эта система, она правильная. Они ни у кого ничего не отнимали. Они на базе вот этих своих же вузов, которые были переведены министерством, учились и догоняли всех остальных студентов. Общий объем детей, которые ехали поступать с оккупированных территорий, составлял 3-3,5 тысячи человек каждый год. Это сколько приблизительно процентов от общего числа поступающих? Это, ну, если учесть, что там тоже падает количество детей в школах, многие вообще поуезжали и так далее, то я думаю, что это приблизительно где-то состоит от выпускников, ну, наверное, 8-9-10% от силы. С тех территорий приезжали сюда? Ну, в данном случае я про Крым, в первую очередь, говорю, да. А вот эта сумма от всех наших поступающих, чтобы вот, ну, приблизительно. От всех наших поступающих, это вообще, наверное, я не знаю, может быть, полпроцента или 1%. Это важная цифра. Спасибо, что вы спросили, я тоже назвал бы эту цифру, я тоже об этом бы сказал. Вы совершенно правы, это важная цифра. Потому что, вот, с одной стороны, меня печалило, что их не становилось больше, значительно, но для этого государство должно было вкладываться в этот проект. Если ребенок получает в украинском ВУЗе стипендию, вот сейчас, сегодня, 1100 гривен в месяц, из них он от 600 до 700 гривен, в зависимости от комфорта общежития, отдаст за общежитие. У него на то, чтобы жить месяц, питаться месяц, на транспорте ездить, ну, правда, со скидкой студенческой, или, например, посетить какой-то концерт, или сходить, там, не знаю, какие у него запросы, футбол или оперный театр. У него 400-450 гривен на весь месяц. И студенты с материковой Украины, они к родителям могут поехать, так сказать, немножко там на выходные подкормиться, или те перешлют им что-то. Это с оккупированных территорий. Не отправишь там с кем-то какую-то сумку, надо самому родителю ехать. И, ну, скажите, на эти деньги можно жить, если мы минимальную зарплату определяем как минимальный прожиточный минимум в 2-3 раза больше? Слушай, подождите, можно маленький уточняющий вопрос? Означает ли это, что студенты, которые приехали с оккупированных территорий, получают точно такую же финансовую помощь или стипендию, как студенты, которые не с оккупированных территорий? То есть вопрос их там, ну, очевидно, вот вы сейчас назвали, что это же проблема. И это вообще никогда не решалось. У них там остались дома, где у них там одежда осталась всякая, где у них обувь всякая, ну и все остальное, книжки там и так далее. Они тоже, некоторые студенты, особенно в первое время, они просто покидали, родители получили сигнал, что они будут арестованы, и они говорили, беги быстро, там, маршрутка до границы, перейди туда, на украинскую сторону, хотя бы ты, так сказать, будешь вольным человеком. И я тоже хочу, вот развивая вашу мысль, сказать, подождите, родное государство, мы же говорим, что это будущее страны, но в будущее надо вкладываться, надо давать им возможности посещать концерты, читать книги, покупать книги, по стране поездить, например, в какие-то выходные, чтобы купить билет и любить свою родину. Давайте повышать эту стипендию до двух тысяч, до двух с половиной, давайте что-то делать. И еще не делаем, не делаем. И поэтому многие говорят, да мы хотели бы учиться, но у нас там сплошь и рядом все безработные родители. Это касается, в первую очередь, крымских татар, которых просто катком прессуют. Но это касается украинцев крымских, которые время от времени говорят, почему в Конституции Крымской вы написали, что три государственных языка, русский, украинский, крымско-татарский, а где украинский? Где мой ребенок может на украинском языке учиться? Это же государственный язык в Республике Крым, которую вы создали и заявили громогласно о ней. Будешь задавать вопросы, мы определим тебя в то место, где твои вопросы никто никогда не услышит. Понял? Так что больше не задавай этих вопросов. Говорит ему осведомленный человек со звездами на погонах. И в результате этого всего, они говорят, мы поехали бы, но нет денег. А мы говорим, ну на контракт иди. Ну какой контракт, если мы на бюджет, даже если поступим, выясняется, что мы, ну мы тебе поможем подрабатывать. Многие вот держатся, мы им помогаем, они находят. Ну я просто хочу сказать, что они удвоенные, утроенные усилия прилагают. Можно было бы сделать так, чтобы они хотя бы половинные усилия, то есть они в каком-то смысле наизнанку. У нас засыпают некоторые дети, потому что они всю ночь работают, а потом сидят в тот период, когда мы проводили открытые лекции. В итоге, ну одновременно система худо-бедно как бы отрабатывалась. Потом вдруг появилась эта идея, высказанная новым министром госпожи Новосад, автором ее был, значит, вот этот Егор Стадный, замминистра по высшей освети. Тоже дивные времена. Человек, который ни одного дня не работал ни в школе, ни в техникуме, ни в колледже, ни в институте, ни в университете, стал замминистра по высшему образованию. Ну можно себе представить, капитан теплохода приходит туда, человек, который никогда не плавал ни на каком теплоходе, ни на каком корабле. И он становится капитаном корабля. И вот все остальные, которые плавали, они у него в подчинении. Он будет давать им команды, как надо плыть. Там это невозможно, у нас это возможно. И вот он рождает эту... Он не любил очень сильно перемещенные вузы. Его первые два интервью он сказал, что вузы, перемещенные с оккупированных территорий, надо закрыть. Почему? Закрыть они не нужны. Они слабые, они, так сказать, никак не могут подняться после переезда. Да, они же лаборатории там оставили, они же оборудование там оставили. И там двойники работают из верных, которые перебежали на ту сторону. Они, как и мы, переезжали там с чемоданами, ну может быть, что-то еще могли взять и так далее. Но стадный забывает, что в законе о высшей освете написано и о перемещенных вузах, что держава повинна оказать подмогу им всем, чтобы они могли это все обрести. Ладно, это не было сделано. Но поднялся шум большой, он оставил эту тему. И тогда они решили, что они решат эту проблему иным образом. В ноябре, вот прошлого года, когда еще он уже новосад, а и новосад еще работал, потом она уйдет, потом он уйдет позже. Они объявили, что вышел приказ в ноябре о так называемом широком конкурсе при поступлении в вузы. Ну, никто не был против хороших слова. Конкурс, значит, на конкурсной основе. Давайте немножко нашим зрителям, потому что не все же в курсе. Они не все понимали, что он предполагал. Широкий конкурс, значит, будут... Слово-то хорошее. Да, на конкурсных основах все будут, и сказано было, все дети с оккупированных поступают во все вузы Украины. Не нужно никаких вот этих вот осредков, там, осветные центры. Крым Украина, Донбасс Украина. Не нужно. Они будут во все вузы. О, как хорошо, как здорово. Я с самого начала заподозрил, что здесь что-то не так, потому что... Технический вопрос. Дети с оккупированных территорий поступают к нам. Приемная комиссия для них в наших вузах перемещенных начинает работать, вот в этом году. Она начала работать 9 июня и закончит работу 23 жовтня. Ого, а чего это? Без малого 5 месяцев, а потому что пересечь границу в летний период к нам детям с оккупированных, это целая проблема. А тем более коронавирус же еще. Нет, и даже без коронавируса в те предыдущие годы молодые люди едут. А ты куда это едешь? Ты в армию отслужил? Нет, ну-ка марш назад, пока патриотический долг не... Это ты хочешь уклониться от службы в армии. Не исполнишь, мы тебя не пропустим. Он со второй, с третьей попытки, через две недели, через три предпринимает попытку переезжать. У девочек доходят там какие-то неправильные записи в паспорте, назад пока не переделаете. Это целое... Они понимают, куда молодежь едет. Им надо ее остановить разными предлогами и не пропустить. И поэтому мы и даем длинный срок, чтобы они могли как бы проехать. Обыкновенно вступить на компанию, там от силы месяца она все длится. А тут почти пять месяцев, чтобы мы могли им помочь. В этом году они вообще... Та сторона что сделала? Она сказала, крымчане, украинские крымчане с крымскими паспортами в Крыму могут выехать из Крыма. Один раз. В смысле? Один раз. Вот ты поехал в Украину, поездил. И вернулся назад. И больше ты не имеешь права до Нового года никуда поехать. Это... А это получалось что? Ты едешь, поступаешь? Поступил? Едешь назад, чтобы забрать вещи и ехать через месяц, например, чтобы уже в Киеве поселиться в общежитии и жить? А тебе сообщать? Нет. Второй поездки не будет. У тебя будет только одна поездка. И поэтому мы многим говорили, приезжайте позже, ну, приготовьте чуть-чуть что-то из теплых вещей, там, в сумку вашу возьмите. Вы поступаете и остаетесь, вы селитесь в общежитие и остаетесь в Киеве, потому что есть прямая загроза, она сработала, целый ряд людей просто не пропускают обратно. И вы будете уже в Киеве. То есть я хочу сказать, что вот Украина спокойно живет вне войны на Донбассе, вне этой зоны. Своей повседневной там жизнью тоже исполнены трудности. Но здесь это просто из какого-то фильма ужасов, то, что происходит и то, что делается. И в итоге она такая длинная, я тогда подумал, подожди, ну, как же во всех вузах, что во всех вузах 5 месяцев будут держать отдельную комиссию, зарплату платить и так далее. А ведь от силы при таких количествах 3-3,5 тысячи на всю страну, ну, 4-5 человек придет в этот вуз. Овчинка, стоило выделки, чтобы вот это делать? И тем более, вот на это количество студентов с оккупированных территорий абитуриентов нас вполне хватало. Этого достаточно. Ну, вроде, я возражаю, мне говорят, ты что против того, чтобы дети поступали в любые вузы, в широком конкурсе, как здорово, они все льготниками станут. И даже начались возражения со стороны родителей детей с материков в Украине, что это такое, наши дети в украинской школе учились, ЗНО сдавали и так далее. И получается, эти мимо них пойдут там льготным путем на их места и так далее. Там даже споры стали возникать. То есть поссорили родителей детей с оккупированных территорий, с материков в Украине. Ну, а потом, чем это обернулось, показала сама вступительная компания. Во-первых, оказалось, никакого отдельного, так сказать, приема для детей с оккупированных территорий нет. Они в общем конкурсе, он же широкий. Все туда в этот широкий конкурс, все туда идите. Дальше, значит, их там какие-то баллы, те сдают через ЗНО, все сдают документы. Потом ЕДЭБа, система ЕДЭБа, она определенным образом запрограммирована. Она все эти документы, ну, как бы, так сказать, обрабатывает. И ребенок может в пять вузов подать. Он пишет, вот этот вуз номер один приоритет, не получится. Вот этот у меня на втором месте, этот на третьем, этот на четвертом, этот на пятом. Какой-то из этих вузов я хотел бы попасть и так далее. И потом все заканчивается. И система выдает студенту, что вот вы должны поступать по первому приоритету в один из этих университетов. Национальный, киевский, политехнический, там еще какой-то. Он говорит, нет, я хочу поступать вот в этот вуз. Нет, мы вам рекомендуем туда подавать документы, оригиналы. Да нет, я хочу сюда. Хорошо, можете подавать сюда, но стипендий у вас не будет. Стипендий будет только там. А почему? А потому что там в целом более высокие баллы. И, значит, теперь стипендия за этими баллами ушла туда. А, то есть у нас не только деньги ходят за больным, то есть у нас теперь деньги ходят еще за студентами. Теперь больной ходит за деньгами. Да, это понятно. Теперь больной ходит за деньгами. Причем, смотрите, система была всегда сложная для детей. Вот в последний период 40% детей имеют право получать стипендию. Остальные нет. Они должны учиться на контракте. Вот был бывший министр финансов, который потом короткое время был у Зеленского секретариума РНБО. Данилюк. Данилюк. Тех, которые деньги есть, они давно увезли своих детей в Кембридж, в Америку и так далее. Как мы знаем, где там учатся дети всяких родителей. Эти здесь учатся. Что ты делаешь? Ты хочешь страну оставить вообще без специалиста? Отступил и остались 40%. И было так, что в Измаиле, что в Полтаве, что в Запорожье среди студентов 40% получают стипендию. А сейчас говорят, так 40% и будут получать. Но только просто эти 40% собраны окажутся вот в этой группе вузов. То есть только отдельные вузы оказались в привилегированном положении? Да, потому что лукавая логика, вот этих же более высокие баллы, вот это вот и для них и будет. Подождите, но есть дети, которые учатся в отдаленных школах. У некоторых из них, кстати, годами английский язык не преподается, потому что никто не хочет ехать там на полставки, там нет количества часов. Там нет репетиторов богатых столичных, львовских, гнепровских, киевских, харьковских, которые еще подтягивают. В этом смысле у нас давно уже разрыв между детьми, которые заканчивают школу. А я это знаю теперь по оккупированным территориям, там еще больший разрыв образовался. Вы что, хотите разделить эту молодежь на два класса? Вот это вот как бы кембриджская молодежь с определенным уровнем, ну и привилегии подготовки. А эта вся, она пойдет картошку копать, она не нужна стране, получается. Мы нарушили принцип социального равенства, что стипендию получает и студент в Измаиле, и студент в Киеве. Теперь нет. Если он хорошо учился. Да, да. Но нет, в каждом вузе... Госзаказ, уровень госзаказа. Он получает. А теперь его, грубо говоря, переводят по иной формуле туда. И вот мой вуз, в прошлом году мы получили 450 бюджетных мест, ну по итогам вступить на компании. Это на 19-й год? 450, а в этом году 109. А сколько у вас крымчан могли бы поступить вот в этот год? У нас в этот год был рекордный по количеству заявлений. Вот у нас в 2018 году 4200 подали заявлений, в 2019 году 5300, а вот в этом году 6300 заявлений в наш вуз. Мы понимаем, что где-то один из пяти к нам в итоге поступит, и полагали, что где-то 1300-1400 поступит по этой системе, плюс крымчане по своей системе, где-то там, как правило, это с донецкими вместе 250-300-350, ну и плюс там еще и перевод студентов на второй, на третий, на четвертый курс. И где-то мы выходили, что мы можем где-то около двух с небольшим тысяч сформировать вот этот новый набор. А нам дают 109 стипендий и говорят, вот все, что вам положено. А все остальное, некоторые из ваших не захотели пойти вот в эту первую категорию, и они потеряли стипендию, они захотели к вам прийти. Ну отлично, вот теперь пусть за свой счет, за контракт у вас и учатся, раз они такие строптивые. Подождите, у меня вопрос. Вот дети из Крыма, они тоже в эти 100 человек? Да, их теперь кинули в широкий конкурс. Которые из Донецка тоже? Да, в широкий конкурс. Фактически, иными словами, ребенок может, фактически он сложно ему конкурировать с оккупированных территорий, с теми, кто поступает в эти вузы, киевские, там Шевченко и так далее, да? И если они хотят поступить в другие вузы, то фактически они без шанса, что ли? Да, потому что у этих вузов в итоге родители приходят и говорят, подождите, у вас что нет бюджетных мест? Ну да, их очень незначительное количество. Ну так что же вы нас как бы обманывали? Никого не обманывали. Это сделано было, так скажем, за нашей спиной за 2-3 месяца. Под благовидным лозунгом широкого конкурса оказалось, что это широко заброшенная сеть, которая должна была выбрать нужную. А остальным сказано, что все, стипендии кончились. Я думаю, что это очень большая ошибка. Мы начинаем разделять, во-первых, общество на чистых и нечистых. Причем, когда начинают говорить, ну если у него знаний не хватает, мы сами убили украинскую школу за последние годы. Мы не думали о школе, которая там в глубинке, в маленьких городках. И мало того, первый раз эта тема всплыла на встрече ректоров, когда 23 ректора были приглашены на встречу с Зеленским 2 июня. Таврический университет тоже был среди приглашенных вузов. И там тогда впервые, я удивился, ректор Киевского университета, господин Губерский, сказал, тогда был приказ введен об индикативных ценах. То есть, вот ниже этих цен цена не может быть, а выше там сами определяйтесь. Ну, условно говоря, на какую-то специальность, например, 17 тысяч гривен в год оплата. Вот ниже нельзя, а дальше один скажет, я буду 17 назначать, а я назову 27, а у меня будет 37 и так далее. Ну, эти вузы всегда где-то туда поднимают. И он вслух сказал, это было сказано публично, что индикативные цены не могут быть низкими, они должны быть высокими, потому что хорошее образование не может дешево стоить, оно должно стоить настоящих денег. Я как-то помню сейчас коллега-ректор из Запорожья говорит, подожди, у меня в моем городе все заводы стоят, у меня родители вообще без зарплаты. О чем мы говорим? А как они будут своих детей учить при таком подходе? Вот тогда было, как бы она озвучена, что нет, образование должно быть дорогим, и надо туда собирать всех наиболее успешных. Ну, а тогда куда мы с вами денем так называемых неуспешных? Если даже на эту тему говорить, мы вспомним, сколько из строечников выросло великих академиков, великих инженеров. Потому что некоторые дети быстрее, осознают некоторые медленнее, как выгоняли из школы Чехова за неуспеваемость Василия Андреевича Шуковского, который потом выкупит из крепостной неволи Тараса Шевченко, дважды выгоняли из разных школ. Они не любили зубрежку, они вопросов много задавали, раздражали учителей, поэтому с ними так строго. Даже эта категория, Макаренко из беспризорников, хотел готовить и добивался академиков и инженеров. А мы сегодня говорим, нет, 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 они не могут, они не готовы и не подготовились, видите, какой у них низкий уровень знаний. Дети не отвечают за свой уровень знаний, за все за это отвечаем только мы, ответственные за эту отрасль, за эту сферу подготовки. Не они выбирают программы, не они готовят учителей, не они, дети, выбирают себе классы. Вот они пришли, и они должны получить там это. Я думаю, что то, что происходит, это полное безобразие, ну и кроме того, это, конечно, такая политика вытеснения вузов, ну и ускорить процессы, как мы называем, схлопывания. Лукавые разговоры ходят, а зачем, во-первых, столько людей с высшим образованием? В 21 веке никакого другого образования быть не может, потому что уровень техники разный, производственной, всякой, таков, что он требует инженерных знаний даже от того, который вроде бы выполняет обыкновенную работу. Когда ты мне говорил, мой друг, знаешь, почему Дубай 22 век, а Украина 18 век, почему? Вот видишь, как дороги у тебя, ну, говорю, смотри, как, видишь, люди работают, все, укладывают асфальт. Вот когда в Дубае кладут дороги, там на улице нет ни одного человека вообще, ни с лопатой, ни с метлой. Прошла первая шеренга машин, ну, сделала, потом вторая шеренга, четвертая заканчивает, и они пошли. Потому что все это инженерные, и там сидят в кабинах с полуинженерным образованием люди, потому что иначе управлять ими невозможно, и так далее. Мы вообще тогда выпадаем из числа развитых стран, соглашаясь с этим. И второе, нам говорят, ну, зачем так много университетов? Успокойтесь, те, которые по этому поводу хотят спорить. Если вы возьмете мировую статистику, то мы узнаем, сколько на 100 тысяч жителей университетов во Франции, сколько на 100 тысяч жителей университетов в Англии, сколько на 100 тысяч жителей. И мы в этой таблице, в этой иерархии занимаем место где-то там в самой крайней последней части. Не правда, что у нас их очень много. Другое дело, что им надо помочь стать сильными. И лабораторная база сплошь и рядом у всех вузах 25 лет вообще не менялась. Ну, вы понимаете, за это время на этих приборах уже нельзя учить. Это и беда у университетов, но и беда государства. Оно не получает более высокого качества специалистов. Ну и последнее. Дети голосуют ногами. Они в громадных количествах уезжают из страны учиться за рубеж. И, кстати, эта история не про детей только богатых, наоборот. Те по особым программам живут. А в Польше, если ты знаешь польский язык, те бесплатно предоставляют. В Германии в то же самое. Да, все вузы обязаны, это закон студенту, если он хочет найти работу. Что он должен слезть с шеи родителей. Он учится и работает. Он быстро тогда самостоятельным становится человеком, отвечающим за себя. Вот эта система. В результате я вот чувствую, как у среди абитуриентов, количество нотки более одаренных. Меньше мужа. Они первые поднялись и поехали туда в поисках своего места. Мы совершаем катастрофическую ошибку, не обращая должного внимания на эту сферу нашей жизни. Завтрашний день не наступит, если для этого дня не подготовить специалистов соответствующей квалификации. Владимир Павлович, теперь я хочу вернуться к вопросу квалификации, потому что этот вопрос очень важный. Вот насколько сегодня те предметы, которые могут предоставлять украинские вузы, соответствуют, если хотите, тем требованиям, которые выставляет современный мир. Хотя, это очень спорный вопрос. Я знаю очень многих детей, которые учились вот в простых украинских школах, которые ехали потом учиться на Запад и говорили, вот вы знаете, наши школы, оказывается, дают лучшее образование, чем некоторые другие школы на Западе, потому что у них очень узко сегментированные вот эти кластеры предметов. И, например, люди могут вообще отказаться на Западе и не учить там литературу, еще какие-то предметы, которые для нас есть обязательные. И поэтому у них совершенно другой взгляд на многие. Поэтому, может, не такое плохое, что украинское образование. В этом смысле, вот где грань между тем, что нужно сберечь свое и как рефлексировать на то, что требует сегодня современный мир? Эта задача состоит из двух половинок, и обе половинки важны. Надо сберечь лучшее из того, что у нас было и сохраняется. У нас очень хороший фактор, как вы правильно говорите. Это наше образование всегда энциклопедическое было. Любой школьник изучает физику, химию, даже если он не хочет в будущем быть физиком или химиком, но он основы понимает, и он при случае, ну, как бы такой текст полупопулярный, полунаучный сможет понять. Любой ученик должен изучать литературу, должен изучать, там, не знаю, этику, историю, и географию, и спортом заниматься должен любой человек, и уроки пения, или музыки, только другой, где-то их хорошо проводят, а где-то их кое-как проводят из-под палки. Это вот и надо это сохранять и развивать, но одновременно, конечно, смотреть за программой и за тем, чтобы у кабинет физики, в некоторых школах блестящий кабинет физики, это результат деятельности учителей и спонсоров, которых они находят. И они говорят, ну, хорошо, мы школе поможем, вот, нате вам, купим вам оборудование и так далее. А в некоторых школах никуда не годные эти же самые кабинеты, это в одной и той же стране происходит, значит, это не что-то внешнее влияние, это мы не досматриваем, как бы. С одной стороны, энциклопедизм, но с другой стороны, в их западном утилитаризме тоже есть своя сильная сторона, потому что он начинает там с пятого, там, с четвертого класса, наши тоже многие так. Вот я к этому готовлюсь и, типа, не мешайте, я вот все ваши... Ничего лишнего. Да, остальные оценки мне не важны, я вот к этому готовлюсь. В этом смысл специализированных школ, математическая, физическая, еще там какая-то там музыкальная школа готовится стать музыкантом и всякое прочее. И в этом плане у них есть эта сильная сторона, и нам, мы все время же говорим, что надо с какого-то там старшего класса начинать уже как бы профессионально детей отбирать, и спрашивать их, к чему лежит у него душа, и это делать. Но в школу нужно вложить большие средства не только на оборудование и на все, но надо и новое поколение учителей. Спасибо старшему поколению. Они до сих пор на себе эту школу держат и не уходят в том числе потому, что, ну, зарплата или полторы, максимум можно иметь полторы ставки, позволяет им сегодня жить в это трудное время. Но одновременно они как бы вот это, это тепло своих знаний передают те, которые к этому относятся хорошо. Но нужно и новое поколение готовить, а мы же его не подготовим по той простой причине, что это поколение за такую зарплату, ну, не будет оно работать, оно уедет искать, ну, в конце концов, за стариками смотреть в какой-нибудь Италии там поедет, и будет на этом зарабатывать гораздо больше, и деньги потом где-то накопит себе на будущую жизнь какую-то, которую он себе мысленно рисует в голове. Извините, можно маленький вопрос? Вот вы сейчас продолжите. Сколько средняя зарплата преподавателя в ВУЗа? ВУЗа? Да. Ну, если берем ставки обыкновенных сотрудников, там, фахевец или там начальные ставки, они где-то 4, 5, 3,5, 5,5 тысяч. Если ты кандидат наук... Это без удержания налогов или с наложек это удержание? Это грязными, это грязными. Если мы, если он кандидат наук приходит, он первое время кандидат, уже за кандидатскую, он получает надбавку, но еще не доцент, он нужно выходить в стаж доцента, потом получает доцента. В принципе, если вот доцент со всеми своими уже надбавками, уже, ну, уже и возраст такой, как бы, зрелый, так скажем, мягко никого не обижая, они где-то выходят на зарплату, там, по-разному, 13, 14, 15. Грязными. Да, тысячи. Они могут иметь полставки еще в ВУЗе, они могут, тех, которые особенно хорошо работают, ВУЗ старается премии выплачивать, время от времени, чтобы их поощрять. Доктора наук, профессора, они могут, опять же, там заведующий или не заведующий, там, например, проректор, не проректор, декан, не декан, тоже, там, свои надбавки всякие, профессора могут подниматься, там, до 20 тысяч, до 19. Повторюсь, грязными. Да, 20 тысяч. То есть, если они заплатят еще налог, как положено, то это остается где-то, там, чуть больше 10 тысяч. Да, да. Профессор в Украине получает чуть больше 10 тысяч? Нет, 20 тысяч. А, вы имеете в виду? Ну, если он заплатит все налоги. Ну, не так много, не так много. Ну, 15, ну, хорошо, 18, ну, даже тысячи долларов не получает. Ну, уже 500 долларов получает профессор. Ну, нет. Не получает большое количество моих коллег этих денег. Не получает. И, ну, в данном случае, вы знаете, ну, что касается школы, это особо кричащая проблема. И в этом смысле ее первоочередным образом, потому что, ну, это вообще фундамент готовится, вы понимаете. Это уже, ну, все-таки уже надстройка какая-то. Я не отрекаюсь от своей высшей школы. Ей то, в нее тоже надо вложить. Я просто знаю, какая у нас дыра в бюджете. Если уж как бы выбирать, давайте все-таки первоочередным образом школу будем поднимать. Это нужно делать. Но для этого нужно отчетливое понимание, что важнее этой сферы здравоохранение и образование. Ну, это позволяет, естественно, человека вылечить, а образование позволяет подготовить из него специалиста, который завтра изменит эту страну. Иначе некому. Владимир Павлович, можно вот тоже вопрос. Вы же человек, который в разных ситуациях оказывались, на разных профессиях были, да? Вы понимаете, что такое государственный бюджет, что такое там бюджет вуза и так далее, да? Скажите, пожалуйста, вот деньги это ключевое, чтобы провести какую-то, изменить ситуацию в украинском образовании или нет? Потому что, конечно, мы будем всегда говорить, что денег не хватает. Между прочим, денег не хватает на образование даже в таких хороших, богатых странах. Там тоже куча проблем с этим, да? Там тоже это неравенство, все прочее. Это понятно. Но хотя бы на каком-то простом элементарном уровне. Или вот денег нет и до свидания. Во-первых, есть поговорка, которую я разделяю иногда коллегам и молодым своим студентам. Я повторяю, деньги не надо любить, деньги надо уважать. Это вот разные вещи. А если ты будешь полюбить, то ты станешь их пленником. Потому что деньги это серьезная вещь. И да, я повторю, для образования, для решения этой проблемы самое главное деньги. Но я не говорю о том, чтобы государство взяло и принесло их нам и положило. Я думаю, что сегодня у государства и в ближайшие довольно долгие годы не будет никогда достаточных денег, чтобы нам помочь так, как нам надо. Поэтому, я об этом говорил в том числе 2 июня на встрече с президентом. Надо снять университеты, вузы с шеи государства. Надо в полной мере начать исполнять закон о высшей освете, который мы приняли в 2014 году. Который провозглашает полную автономию вузов, университетов. Который говорит, что он имеет право зарабатывать сам деньги, любые деньги, размещать их в любых банках. Никто не имеет права их изымать у него. Он может их хранить в любой валюте, в долларах, в евро и так далее. Он сам вуз корректирует любые учебные планы, учебные программы, модернизируя их и перестраивая в соответствии с требованием времени. Он сам разрабатывает себе штатное расписание и утверждает на в Чене Раде это штатное расписание. И по этому штатному расписанию начинает принимать людей. Нам до сих пор штатное расписание, закон о высшей освете уже 6 лет действует. Он второй по силе после Конституции, а есть подзаконные акты. Нам говорят, что есть постановка Кабмина 1994 года, она пока не отменена. Мы считаем, что вы еще не готовы штатное расписание разрабатывать. Мы вот вам его будем разрабатывать. И нам начинают говорить, что вам нужен лаборант. Да не нужен мне лаборант. Мне в данном случае, например, фахевец важнее или методист. И они, которые не понимают разницу. Нет, мы вам лаборантом будем штатное расписание писать. И все остальное. Развяжите руки университетам, отпустите их в свободное плавание. И вы говорите, там на Западе эти проблемы есть. Есть отработанные десятилетиями и столетиями способы решения. Учреждаем фонд, куда идет молодой человек, желающий учиться, берет деньги в кредит на 15, на 20 лет. Оплачивает этими деньгами свое образование в том или ином университете. И потом, закончив, он 12-14 лет из зарплаты потихоньку, спокойно, часть не смертельно большую выплачивает. И нет у него унизительной ситуации побежать, жизнь заложить там, что называется, обворовать кого-то. Или на шее родителей продолжать кататься, которые сами трудно-трудно-трудно живут. Есть разные формы и способы решения этой проблемы, не трогая государство, понимая, что оно не может сегодня решить вопрос. Но даже когда оно завтра может эти вопросы решать, как США или как Европа, они не вмешиваются в эту сферу. И в этом смысле, если у Гарварда лежат на депозитах 33 миллиарда долларов, это им заработанные в разное время и спонсорами, и выпускниками, вышедшими оттуда, пожелавшими сделать подарок своему университету, собранные средства, которые помогают Гарварду ни от чего не зависеть. В противном случае мы доведем ее до полной изношенности, эту систему. И она никого не спасет, ни детей, ни государства. То есть я правильно понимаю, что мы сейчас действуем по такому принципу, что денег нет, чтобы полностью покрывать необходимые траты. Но, с другой стороны, есть контроль, который не позволяет даже использовать те ресурсы, которые лежат на поверхности. Не позволяет. И спонсоров как-то использовать, деньги положить на депозит, получить с этого какие-то проценты, потом их использовать. Самое простое. У вузов есть недвижимость. И в этом смысле, например, сдать в аренду что-то, там приходят люди, это важный дополнительный, например, источник дохода для вуза. От нас отчетов из министерства по поводу, что вы там сдаете в аренду, и за какую цену, и сколько вы там зарабатываете. От нас эти отчеты раньше как-то раз в полгода, сейчас, по-моему, даже чаще, чем раз в квартал требуют. Еще раз, еще раз покажите. Вот таблица, заполните ее, заполните ее. Если это автономия университетов, пусть они работают сами. Те, которые не справятся со свободным плаванием и утонут, в этом никто не будет виноват. Но это конкуренция. Ни министр, он тебя не заставлял вот так действовать. Никто не будет, ни президент, ни премьер, никто. А кто добьется успеха и будет успешным, это его успех, опять же. И это и есть жизнь, и вы правильно говорите, это и есть конкуренция. Значит, тебе не надо было заниматься этой работой, если ты не справляешься с ней. Сегодня никто не спрашивает тебя. Ну, вы знаете, вот мне кажется, и в школах сейчас возникли такие проблемы. Вот с одной стороны, родители очень часто жаловались на поборы, что тут нужно сдавать классный фонд. Теперь школам запретили принимать деньги, но и финансирования тоже недостаточно. То есть, я так понимаю, школы тоже оказались, многие в такой же самой ситуации. Это есть. И именно поэтому сегодня очень широкий характер обрело движение по созданию приватных школ. Когда люди собираются... Но это очень дорогое удовольствие. Не всегда. Я знаю много школ, которые являются приватными, но там люди для страны и для детей работают. Ясно, что это позволяет им заработать себе зарплату, но так как в некоторых школах сегодня частных там и тысячи долларов в месяц, и две тысячи долларов, и две с половиной тысячи долларов в месяц. Вот это, ну хорошо, это для тех, кто в эти игры готов играть. Пусть они в их играют, но я знаю и оценку со стороны родителей. Как правило, в этих школах там иностранный язык поставлен, что-то еще поставлено, а все остальное, как сказал один мне родитель, послушал, что там ни физики, ни математики, ничего нет. Я не знаю, куда ребенок поступит после этой школы, потому что фактически неудовлетворительно готовит. Но, опять же, вы согласились в этом эксперименте участвовать, вы платите деньги, все, это ваш вопрос, и никто к вам претензий не предъявляет. Но неправда, что все приватные вузы – это обязательно безобразие, неправда, что все приватные школы – это безобразие. Ну, точно так же, как и неправда, что все приватные школы и вузы – это только замечательно и здорово. Всегда в этой жизни одно перемешано с другим. Ну, и еще вот мы с вами обещали вспомнить, что есть такая акция, такое движение по переименованию одной из улиц. Я вот сразу скажу, что мы оговаривали это перед интервью, что обязательно вспомним об этом. Поэтому, поскольку у нас осталось совсем немного времени, давайте вспомним об этом. Вот сегодня я хочу, воспользовавшись нашей с вами беседой, обратиться к всем, кого интересует гуманитарная составляющая нашего внутреннего духовного мира. Ну, в данном случае, литература и поэзия. Осип Мандельштам – великий наш поэт. Я бы сказал, в каком-то смысле… Ну, в 20 веке было два великих поэта – Ахматова и он. Вот это два… Ну, со мной многие поспорят сейчас с той стороны экрана. Но мне кажется, что вот абсолютными двумя величинами, абсолютными гениями, было много еще других гениев и одаренных, являются они. У него очень много связано с Украиной. Он первым писал в стихах о Голдоморе. Он в Киеве был и критиком, писал рецензии на театральные постановки, на всякие другие вещи. Он здесь, в Киеве, встретит свою будущую жену Надежду Яковну Мандельштам. Будет создан литературный клуб «Хлам». Художники, литераторы, артисты, музыканты. Хлам. Он мог поспорить и с бродячей собакой, и так далее, питерской. И вот он там встретит ее 1 мая 2019 года, и все, глаз уже отводить от нее не будет. И с этого момента решена и его судьба, и ее судьба. И он многократно в Киев будет приезжать и сотрудничать со многими в Киеве. И другая для него родная и важная земля – это Крым, украинский Крым. Мы же считаем, что Крым – это Украина. Считаем. И поэтому это для него и Коктебель, это для него и Феодосия, для него это и Гаспар, для него это и Ялта, и многие другие. И написанный там, и для него это Алушта. В 17-м году он напишет в Алуште уже февральская революция позади, а впереди октябрьская. Это август, уже вот они между двумя революциями, это замечательное удивительное стихотворение. Золотистого меда, струя из бутылки текла, так тягуча и долго, что, мол, ведь хозяйка успела. Здесь в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы совсем не скучаем. И через плечо поглядела, и так далее, и так далее. Мы повесили удивительную памятную доску ему и Надежде Яковлевне Мандельштам в годовщину в 19-м году, когда исполнилось 100 лет знакомства. Замечательная, удивительная доска, где впервые Надежда Яковлевна Мандельштам присутствует вместе с ним. И они идут, взявшись за руки, и их фигуры и две руки образуют букву М. Он Мандельштам, она Мандельштам. И удивительный скульптор киевский, женщина это сделала. Но у нас нет улицы его памяти. В Деснянском районе есть улица, которая носит такое гордое название, Крайняя. И вот писатели, журналисты, соисты, интеллигенты сейчас поднимают вопрос о переименовании улицы. Крайняя, никого не обидит, она ничего имя не носит и так далее. Просто Крайняя, чтобы она носила имя Осипа Мандельштама. И сейчас мы просим всех, тех, кто нас поддерживает, заходить на сайт КМДА, там, где раздел, где голосуются разные инициативы, и киевляне высказываются, за они или против. И туда могут заходить и не киевляне, а граждане Украины. К сожалению, туда зайти трудно, как все говорят друг другу, сарафанное радио. Раньше 19 не пробуй, там не пробьешься. То есть это уже отлаживает. А позже 19, чем легче, уже можно зайти, зарегистрироваться, моя фамилия такая, телефон такой, тогда вас впускают, и вы говорите, поддержите эту инициативу или не поддерживаете. Ну, если не поддержите, нажмите, не поддержите, но если вы поддержите, чтобы улица была переименована из крайней в улицу Осипа Мандельштама, нажмите кнопочку и поддержите. Я просил бы это сделать, потому что мы все, у нас как часто бывает, мы любим вот это, вот это, вот это, но встать и проявить инициативу в защиту этого, у нас часто не находится времени. Давайте его найдем. Мандельштам очень любил Украину, Киев и Крым. Давайте мы, любя его, позаботимся, чтобы в удивительном великом городе Киеве была замечательная улица Осипа Мандельштама. А жители-то не против? Самый главный вопрос. А то жители... Ну, вот КМДА говорит, а вдруг жители против? Вот пусть они покажут. Что они думают по этому поводу? Да, но сейчас вот там есть уже определенное количество проголосовавших, где-то около ста, и есть какое-то количество небольшое против, есть, но из этой цифры большинство за. Ну, я думаю, это хорошо, это, я полагаю, никого не обижает. Другая была бы ситуация, если бы эта улица носила чье-то имя, и мы как бы его убираем и вводим новое, тут некоторый конфликт мог бы быть, но здесь нет конфликта. Владимир Павлович, спасибо вам огромное, мы были рады вас видеть. Спасибо большое. Владимир Павлович Казарин был у нас в гостях, ректор Таврического национального университета имени Вернадского. Мы очень ему признательны за это, и, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон, и нашему другу и партнеру, медицинскому центру Призма. Спасибо.